Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Привет всем! Добро пожаловать на наш девятый урок уже. Почти закончили нашу школу, наши уроки. Ну и сегодня поговорим о лидерстве, да, как быть лидером, как стать лидером, как, может быть, стать лучшим лидером. Ну и, конечно, если смотрите запись, давайте хэштег запись, чтобы знали, кто смотрел записи, кто смотрел прямую эфир. Последний урок, десятый урок, будет завтра, субботы, то же самое время, 5 часов английского времени. И завтра, конечно, мы закончим эту школу. Может быть, будет ещё как бонус уроки позже, но здесь уже будем закончить наши 10 уроков. Окей, но сегодня поговорим о лидерстве. Привет всем! Если вы смотрите прямую эфир, давайте в комментариях скажите привет, откуда вы. Привет, Карина. Привет, Ирина. Окей, окей. Так, когда начинаем говорить о лидерстве, что это значит быть лидером? И есть очень много, конечно, качеств, которых человек должен иметь, чтобы он, может быть, стал лидером в бизнесе. И мы, конечно, я попробую несколько их поделиться с вами. Может быть, вы увидите некоторых качеств, которые вы уже имеете. А может быть, вы увидите некоторых, которых ещё нужно поработать, чтобы имели. Да, ну, конечно, как лидеры мы должны узнать свою команду. Они должны стать как семьёй нашей, да. Потому иногда в английском языке мы всегда смеяемся, что FM это значит family member, а как член семьи. Лидеры тоже, как даёт время своей команде, они имеют какое-то время, которое они пропускают с командой. Лидеры, они всегда позитивные и учат других, как стать позитивными. Ну, и, конечно, мотивируют и помогают свою команду, да. И здесь я имею несколько таких характеристиках лидеров, которых, ну, я думаю, важно иметь или работать, чтобы мы имели такие. И первое качество это смирнение, да. Что это значит? Чтобы мы не забыли, как чувствуется начинать, например, бизнес. Иногда мы уже в бизнесе лет 2, 3, 4, 5, 6, и некоторые вопросы нам уже звучат как глупые, как даже человек может не понимать, что-то такое простое и так далее. Потому что мы были в этом бизнесе очень-очень долго. Но всегда, когда новый человек подписывается, мы должны думать, как мы были, когда мы начинали. Да, когда мы ничего не знали, может быть, мы ничего не зарабатывали, мы ничего не имели. И как это чувствуется, да. И всегда запомнить это, когда мы разговариваем с новым человеком или когда мы учим нового человека. Тоже очень важно второе это быть этическим в бизнесе, да. Говорить как есть, да. Не пробовать там всё сделать красивее, чем есть, да. И, ну, не говорить о людей как за спиной, чтобы они, ну, все как знали, что мы думаем о них и так далее, да. Что мы, ну, люди видели, наша команда и другие люди из компании, видя нас как пример, да, компании. Они не видели, ну, как человек, который не очень этический, который пробует там всякие аферы, чтобы он достиг своего. Третье это дать обратно, да. Когда мы уже лидер бизнеса, мы, конечно, зарабатываем более, имеем более знаний, уже мы выучились очень много, да. И тогда это время нам дать обратно. Очень много лидеров, когда с ними поговорим, те лидеры, которые уже зарабатывают большие деньги и так далее, очень многие говорят, что сейчас уже я делаю этот бизнес не за деньга, да. Потому что деньги я уже зарабатывал, уже имею достаточно, но сейчас я делаю этот бизнес, чтобы помогать другим. И когда мы начинаем, конечно, мы это не понимаем, потому что мы думаем, как же, сперва я, мне нужно помочь мне, да, потому что и мне нужны деньги, мне нужно то, другое. Но когда мы уже зарабатываем 10 тысяч в месяц, 50 тысяч в месяц, некоторые 100 тысяч в месяц, тогда это уже не о деньгах, да. Потому что это никому не надо зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, чтобы прожить, да. Никто, ну, никому не надо столько денег, да, только что прожить. Это уже деньги, которых мы можем там инвестировать, всякие, другую работу делать и так далее с этими деньгами, да. Но самое важное, что большинство этих людей уже даже не делает этот бизнес из-за деньги, а они делают, чтобы помогать другим, чтобы отдать другим людям, чтобы помогать другим людям, да. И это самое важное, да, в жизни, чтобы мы чувствуем, что мы даем обратно, да. Четвёртое, это вести людей спереди, да. Лидер — это не тот человек, который говорит, что делать, и сам не делает, и смотрит, как другие это делают. Лидер — это тот человек, который ходит впереди и делает всё первое, чтобы показать другим, как это сделать, да. И он никогда бы не говорил человеку делать что-то, что он сам никогда не сделал, да. Так, в сетевом маркетинге всегда говорится, что скорость лидера, от скорости лидера принадлежит скорость команды. Так, если ваша команда ещё не растит достаточно быстро или не делает, что вы хотели, может быть, вам нужно чуть-чуть начинать делать всё скорее, более и так далее. Тоже лидер поддерживает люди, мотивирует люди, но он не диктатор, да. Потому что лидер понимает, что его команда — это не его имущество, да. Вам не принадлежит эти люди, да. Иногда люди забывают, что люди, которые наша команда, они не принадлежат нам, да. Если они решили пойти в другую компанию или делать другую работу или не делать этот бизнес, это, ну, их решение они могут решать, да. Да, это они не принадлежат нам и всё на всю жизнь, сейчас они должны работать, чтобы работать только к нам и так далее. И вот, как один из очень-очень больших лидеров сетевого маркетинга один раз сказал, он говорит, если кто-то выходит из моей команды, решили делать что-то другое и так далее, это не значит, что они перестали быть моим другом, да. Только потому, что этот человек не будет ставить деньги на мой карман, это не значит, что он не будет мой друг, да. Но очень-очень много сетевиков, я вижу, они так не думают, да. Как только человек решил пойти на другую компанию или делать что-то другое, сразу они стали в рогах и там не говорить с ними, переставят общаться, переставят дружить, да. Так что это нам скажет Аванас, если мы так делаем, да. Значит, мы были друзья с этими человеками и дружили с ними, и общались с ними только потому, что они зарабатывали деньги нам, да. Как только они переставят зарабатывать деньги нам, все, они не наши друзья. Интересно, да. Третье, нам надо узнать своих лидеров, да. Те люди, которые, они ключевые люди в нашем бизнесе, нам надо хорошо узнать их, чтобы мы знали, что мотивирует их, какие их цели, что они хотят получить из этого бизнеса и достигнуть в жизни, и так далее. Чтобы мы могли действительно им помочь и знать, что их мотивирует, да. Потому что иногда мы, опять, люди делают эту ошибку, где они видят людей в своей команде только как цифра, только как номера, да, вот столько-столько тысячи дистрибьюторов имею, столько-столько оборота делает команда, столько-столько я зарабатываю, да. И все люди только цифры. Ну, далеко так не будем делать бизнес, и большого бизнеса так не построим, если мы не имеем действительно реальных таких отношений с своими людьми, да. Иногда эти ключевые лидеры не будут эти люди, которых мы подписали, да. Иногда эти люди будут там 2, 3, 4, 8 или 10 уровня в глубине нашей структуры, да. Потому, опять, успешные лидеры сетевого маркетинга, они работают с деревом своей команды и просматривают, где люди делают что-то, да. Иногда мы приглашали кого-то, кто не очень много делает в бизнесе, а он приглашал кто-то, кто тоже не очень много делает, но там где-то 5, 6, 7, 8, 9 уровня внизу мы увидим там очень много баллов, человек начинал подписывать другие люди и так далее. Там знаем, что вот, может быть, мы будем иметь лидер, да. Тогда нам нужно прямую начинать работать с этим человеком, посмотреть, может быть, мы можем помочь им и так далее. Потому, что если его спонсор ничего не делает в бизнесе, он подумает, все, ну что, что я один могу здесь делать, да. Потому, что очень много из них, они не знают, что где-то там наверху есть какой-то лидер, спонсор, которому он мне мог помочь, да. Так нам нужно сконтактировать с ними и помогать. И опять, я видел эти истории очень много, где лидер сконтактировался с кем-то там 8, 9, 10 уровня внизу, и этот человек стал очень большим лидером. Например, у нас в Англии есть такая Люси, и у ее команды был мужчина, который начинал делать очень много баллов, она сконтактировала с ним, и он даже не знал, что здесь можно строить бизнес или что-то такое, он думал, только продавать продуктов можно. Но она рассказала об бизнесе, встречалась с ним, показала, как все работает, и сейчас он, Фитцпатрик Менса, будет на нашем G&F, да, и Фитцзерал Менса, сори. И он вот сейчас жемчужная орхидея, ее команде Амарант есть и так далее, да. Но это человек, с которым его лидерша решала чуть-чуть поговорить, да. Но если она не решала сконтактировать с ним, не знаем, где он был бы сегодня, да, и может быть даже не был в бизнесе совсем. Так вы тоже должны, если вы лидер, должны просматривать свою структуру и работать с людьми в глубине тоже, да. Ну и, конечно, лидер и его работа тоже обучать свою команду, передать все, что он знает, все свои, опять, навыки, передать своей команде, чтобы они могли стать независимыми от них, да. Потому что если все наши команды только делают очень-очень немного, и они не могут ничего делать сами, без нас, тогда опять мы не имеем дупликации, не имеем успешного бизнеса. Нам нужно, чтобы люди стали независимы и могли то же самое делать, что мы делаем, да. В таком способе им уже мы не нужны, чтобы они строили свой успешный бизнес. Тоже, как лидер, мы должны слушать к новыми идеями, да. Потому что, опять, некоторые мы уже делаем этот бизнес 5, 7, 10 лет и так далее. И иногда мы привык до того, как мы делаем этот бизнес, да. И мы не хочем менять ничего. Мы думаем, что это самый лучший способ. Но все меняется, технологии меняются, времени меняется. И если мы не учимся этих новых технологий, эти новые стратегии, мы тогда опять теряем большую часть бизнеса, который мы могли бы иметь. Как, например, вот соцсети и так далее. 10 лет назад или 20 лет назад никто не мог строить сетевой маркетинг через соцсети. Сегодня это возможно, да. Это новые технологии. Нам нужно быть открытыми к этими новыми идеями и технологиями. Девятый, это признаться, когда мы неправы, да. Лидер, он не боется признаться, что знаешь что, здесь я был неправ. Здесь я думал по-другому, но кажется, что я был неправ, да. Потому что, как лидер, тебе не нужно все знать, да. Тебе только нужно знать, где посылать это человеку или где показать, где найти информацию. Нам не нужно всегда быть правыми, как лидерами, да. И некоторые лидеры, они хотят всегда быть правыми. Неважно, даже если они неправы, они хотят победить все, как... Сейчас, 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 сейчас. Да, все аргументы, да, все споры, чтобы они правы, да. Говорится, что много продавцов, они как победили очень много споров, но потеряют продажи в любом случае, да. Потому что, если мы неправы, и мы пробуем доказать, что мы все знаем и так далее, ну, люди, конечно, это видят. А тоже, как лидер, мы должны знать, где не терять времени, да. И это самое важное, когда мы работаем с людьми. Потому что, если есть человек в нашей команде, которому мы даем 100% себя, и этот человек не дает ничего обратно, он не старается совсем, он не ответственно смотрят на наш бизнес, тогда мы должны знать, когда, как сказать, начинать сохранять свое время и работать только с теми, которые, ну, инвестируют то же самое, что мы инвестируем на этот бизнес. Если мы даем 100%, они дают 100%. С такими людьми только мы можем работать. Потому что, если мы работаем с людьми, которые не, как сказать, они, сейчас, они не уважают наше времени, да, тогда, ну, очень сложно строить бизнес. И мы тогда сами теряем мотивацию и думаем, что все, никто не хочет делать бизнес, да. Но, если мы концентрируемся на тех, которые серьезно делают бизнес, тогда нам лучше и нам легче, и мы имеем более мотивации работать с другими. Тоже, конечно, как лидер мы должны мотивировать своих, люди своей команде, чтобы они инвестировали на личное развитие, да, чтобы они слушали программы, всякие мероприятия ходили, читали книги и так далее. Потому что, опять, мы знаем, что люди только могут зарабатывать только, сколько они растут себя. Если человек себя не растут, тогда он не будет оставаться в те же самые места, где он в жизни. Так, нам, как лидерам, нужно помочь своим людям, может быть, показать, какие книги читать, какие программы слушать, какие мероприятия ездить, чтобы они опять получили тот же самый результат, как мы. И, как лидерам, мы должны учить, чтобы учили. Что это значит? Много сетевиков, они учат свою команду, как делать вещи, да, как продавать продукты, как найти люди, как их пригласать в бизнес и так далее. И их команда делает то, что они учат, но эти люди уже не учат своих людей. И информация как не проходит, информация заблокирована там, потому что мы только учим своих людей. Мы должны, как лидеры, учить своих людей, как учить своих людей. Тогда будет дупликация, да, когда мы научим своих, свою команду, как учить свои команды. В таком способе имеем дупликацию и опять имеем этот независимость, чтобы люди делают то, что мы делаем. Мы не должны учить свою первую линию, тогда вторую линию, третью линию, пятую линию, потому что никто другой это не делает, да. Ну и как лидеры тоже мы должны иметь какое-то обучение для новых людей в бизнесе, да. Я имею такую систему, которую мы вот узнали в Америке, когда были на Лас-Вегасе, на этом мероприятии прошлый месяц. И я имею пока английском языке, но мы попробуем перевести в русском языке и опять поделиться в этой группе. И может быть даже сделаем как отдельный урок, чтобы чуть-чуть объяснять, как использовать эту систему, чтобы опять помогать человеку начинать в бизнесе. Потому что это самое важное время, когда только человек подписался в бизнес, это первые несколько недель, это самое-самое важное время, когда мы теряем большинство людей. Потому что если они ничего не сделали через первые несколько недель, они не будут делать ничего в этом бизнесе. Ну и последнее, это как мы как лидеры должны продвигать своих людей в бизнесе, да. Рассказывать другим, какие они хорошие лидеры. И даже когда они здесь есть, говорить другим, какие они хорошие, как они хорошо все делают и продвигать их в компании и так далее. Потому что опять люди будут верить нашим лидерам и только если они будут видеть, что мы их продвигаем, что мы верим их. Так опять, я вижу это, ну большинство больших лидеров в бизнесе, они это делают натурально. Когда они говорят о своей команде, о своих лидерах, они натурально их продвигают, говорят, как они хорошо работают, какие они хорошие лидеры и так далее. Так мы должны тоже это делать постоянно, чтобы помогать людям, своей команде, да. Окей, так сегодня домашняя работа такая более для вас, чем для группы, не будет никакие видео там и так далее, да. Первое, это подумать о этике, да. Как вы работаете в этом бизнесе и если ваша работа этическая, да. Если вы говорите правду, если не пробуете сделать все лучше, чем это есть и так далее. Как вы работаете, потом и учите свою команду, что они тоже делали как можно все более этическо, да. Потому что это позволит нам иметь бизнес, который будет здесь 10, 20, 30, 40, 50 лет или больше, да. Второе, это спросите себя, если вы работаете со своей командой и ведете их спереди, да. Если я только говорю людям, что делать или я показываю людям, что делать своим предметом, да. Третье, опять, как вы мотивируете свою команду. Подумайте, как могли бы лучше или более мотивировать свою команду, чтобы они опять инвестировали на себя и делали то, что надо. Четвертое, это узнать своих, как ключевых лидеров, да. Первое, подумайте, кто в моей команде это люди, которые, ну, самые-самые важные лидеры в моем бизнесе. И тогда найдите способ, чтобы провести хоть чуть-чуть время с этими людьми каждый день, каждую неделю, каждый месяц, может быть, даже встречаться, чтобы пропустить чуть-чуть время вместе, чтобы обдумать визию, обдумать планы, обдумать, какие у них цели, как могли бы вы помочь им и их команды и так далее, да. Второе, опять, делайте обучение, начинайте делать обучение. Некоторые из вас, может быть, думаете, а я не знаю, что учить, как там учить и так далее. Но даже здесь, и вы здесь смотрите эти уроки. Например, сегодня, может быть, что-то, одну вещь вы узнали, что-то новое или в прошлом уроке и так далее. Подельтесь этой информацией со своей командой. Вот сегодня я смотрел такое видео и узнал вот такую вещь или такую фишку или такую вот, что вы могли бы сделать. И я хотел с вами поделиться, да. Потому что лидер всегда передает информацию. Прочитает какую-то книгу и передает эту информацию. Увидел какое-то обучение и передает эту информацию. Поговорил с каким-то лидером, который использует какие-то стратегии. Узнал это и опять передает свою команду. И последнее, это опять начинайте управляться со своим временем, как с уважением. Уважайте свое время и себя, да. Так подумайте, есть ли люди в моей команде, с которым я даю 100%, а они обратно не дают ничего, да. И кто в моей команде самые активные? Кто делает то, что я делаю? Потому что нам нужно концентрировать 80% свое время на тех людей, которые делают бизнес и которые серьезно смотрят. И только 20% свое время дать тем, которые, ну, не активные, не очень много делают. Может быть, только используют продукцию, но сами не делают бизнес и так далее. Супер. Такой наш урок для сегодня. Завтра будет наш последний урок, 10 урок. И будем говорить о дупликации. Как сделать, чтобы наш бизнес растил лучше и была лучшая дупликация в нашем бизнесе. Спасибо большое всем и до завтра.